О собаке и щенках мы узнали из письма Елены. Вот что написала нам женщина, в начале января собака Багира стала мамой девять малышей. Хотя животное и живет в московской квартире, она уже долгое время находится на самовыгуле и сама ищет себе пропитание на улице. Хозяин Багиры может ходить, но сильно пьет, поэтому животным не занимается. В его доме часто собираются пьяные компании. Двери в квартиру никогда не замыкаются, поэтому сюда часто наведываются бомжи со всего района, устраивая громкие пьянки. Я в эту квартиру попала случайно, почти через месяц после того, как у Багиры появились щенки. У собаки почти не осталось шерсти, она очень истощена, щенки также явно хронически недоедают. В доме не было миски с водой для животных, так же как и еды для них. На полу лежали остатки хлеба, уже покрывшиеся плесенью, кусок старого лука. Я решила помочь малышам и ежедневно приходила их покормить, немного убрать в квартире и вывести на прогулку Багиру. Мои усилия привели к противоположному результату. В чистую квартиру вновь начали стекаться местные пьяницы и бездомные, каждый раз оставляя за собою все больше мусора. Одну из комнат в квартире я отмывала несколько часов, вынеся оттуда пару мешков мусора. В комнате я оставила мешок с кормом, но собакам его никто не насыпает. На старом диване я расстелила одеяло для малышей, положила на полу пеленки, чтобы они могли сходить в туалет. Вернувшись на следующий день Багиру и ее малышей я застала в захламленном коридоре, а в убранной комнате спали пьяные мужчины, укрываясь теми одеялами, которые я оставила для животных. У собак нет места, где они могли бы сходить в туалет, поэтому они делают это по всему дому, а пьяные компании только растаскивают грязь из комнаты в комнату. Щенки ей мама ходят в туалет, где придется, а гости растаскивают все это по квартире. Чтобы сделать фото щенков, мне пришлось выносить их в подъезд, ведь грязная квартира вряд ли могла стать достойным фоном для снимков этих очаровательных крошек. Отношение гостей квартиры к животных не лучшее, если они мешают им проводить застолья, животных бьют. Оставлять в этом доме Багиру и ее малышей попросту опасно. Мне также страшно каждый раз, когда я захожу в эту квартиру. Невозможно предугадать, какие люди там будут и как они отреагируют на мое желание помочь животным. Бросить собак я также не могу, ведь кроме меня их никто не кормит и даже не дает воды. Я пробовала попросить о помощи своих друзей, чтобы они хоть иногда заходили покормить собаку и щенков, но всем страшно заходить в эту квартиру. Прочитав эту историю, я испытала такую бурю эмоций, что описать словами свои впечатления мне весьма затруднительно. Несмотря на такое ужасное отношение и жуткие условия, щенки очень доверяют людям, бегут к ним навстречу, надеясь на защиту и добро. Вот только далеко не все люди добры по своей природе. Багира уже лучше знает, каким жестоким может быть человек, поэтому прячется от людей и сопротивляется попыткам одеть на нее ошейник.